всем привет я евгений замятин дорогие друзья это видео рыбалки это видео про ловлю карпа о ловле карпа это видео снято на семинаре практиками семинар практикам проводит виталий львович медведев мастер спорта россии чемпион россии по ловли карпа и это видео ловля карпа с берега на короткие дистанции тема этого видео вариант заброса удилищем на короткие дистанции вот посмотри какие бывают варианты и конечно большое спасибо сергей сергей это сергею сергея хозяин водоема 7 озер которые на которых мы снимали и виталий львович проводил семинар свой вот этот практикум поэтому жму руку ждите в гости буду приезжать при возможности мне очень вас понравилось и так а перед началом кстати говоря я вам сообщу что в конце видео вот этого финал очки я буду давать короткие полезные информации рыбацкие общего такого плана для общей эрудиции поэтому досматриваю до конца а и уже в финал очки лови интересную информацию про наша страсть про наше увлечение рыбной ловлей и так видео вариант заброса удилища при ловле карпа на короткой дистанции английская ловля на дистанциях 5-7 метров значит у англичан в правилах соревнований не прописан вариант заброса удилища они это делают вот так забросил вот они эти там 7 метров посмотрел и закинул проблема именно рыболовного спорта в россии и в странах европы не англия имеется ввиду это в том что они описали правилами заброс из-за головы мы если говорим об официальном спорте на обычных рыбалках вопросов нет вы можете так и делать но что интересно никогда не зарекайтесь я никогда вообще сколько лет до 30 лет прожил я не занимался рыбалкой ну ловил как все там что-то с удочкой там что-то я не мог вообще подумать что я когда-то стану спортсменом рыболовом и буду так этим заниматься это к вопросу что вы сегодня все думаете что вы не будете ну там спортсменами и мастерами спорта это как раз тот вид спорта где можно и в 60 лет стать мастером спорта и стать чемпионом мира и так далее его диапазон безграничен это к чему учитесь сразу правильно вот этот способ заброса да называется с руки он несомненно если вы научитесь он очень точный но будет архи сложно переучиться потом кидать понимаешь из-за головы поэтому этот способ забываем все мы понимаем что такое заброс из-за головы у нас хоть с вами сегодня и не кастинговые мероприятия и кстати говоря евгений был такой сегодня вопрос самом начале меня спросили о постановке дальнего заброса я сразу отослал на канал евгению говорю мы снимали мастер-класс посвященный и раскрыта полностью тема именно всей биомеханики как правильно настроить себя делать броски там 150 170 метров но это мы с человеком отдельно поработаем он посмотрит этот наш материал и отвечу на все вопросы поэтому здесь мы сегодня не об этом мы сегодня просто о том что забросы из-за головы это имеется ввиду разрезание вертикальной плоскости и как бы сказать заброс непосредственно по направлению то есть вот только так мы не можем не боком закинуть не кастинговым не так поэтому это в принципе механизм описан в правилах и мы всегда им руководствуемся вот у этой функции есть физические параметры длина удилища около четырех метров ваш какой-то рост и получается таким образом что дистанции я почему выставил 50 метров все что за 50 метров и далее это по параметрам вот этим наши но мы люди там от полутора метров до 2 4 метра свыше 50 метров летит все очень комфортно попадать комфортно но дистанции меньшего расстояния вот с такой техникой архи сложные надо знать основные базовые моменты как это делать и так основной базовый момент основывается опять же на физике все здесь никаких чудес никакого волшебства обычная физика которую мы сейчас вами делаем рассказываю вот свис когда я людей обучаю дальнему кастинговому забросу я говорю о чем груз до кольца чем больше свис тем выше скорость разгона тем дальше можно отправить груз вдаль понятно да если мы говорим о том что нам надо кидать архи близко мы параметры все с вами уменьшаем мы уменьшаем вплоть до того что наш рост есть определенная техника постановки себя на и уменьшение своего роста вот я сейчас свой рост практически уменьшил в два раза но основные базовые знания по забросу а именно удилища параллельно земле то как я делаю в кастинговый силовой заброс вдаль они не меняются я просто уменьшил свис я просто правильно принял положение всего тела это именно колено под 90 усаживание на пятку отдельное внимание ваше обращаю на голеностоп и то какую новую использую это трекинговые ботинки которые позволяют не напрягать голеностоп по пересеченной местности мы очень много бегаем двигаемся чтобы не напрягать эти вещи просто рекомендую вот это использовать этот пример вы можете элементарно понять когда вы едите чешки и будете делать дальний заброс вы будете из них выпадывать не будет никакой точности такие ботинки позволяют усаживаться и давать правильную усадку то есть все вы зафиксировались и обязательно колено колено в стыке на земле здесь под 90 градусов и вот сейчас этот маркер он понимаете он уже находится для меня физически не на 15 метрах а на 30 и когда я допустим делаю это движение провожу мне уже проще понять мои тектильные чувства когда мне отпустить когда мне понимаете то есть я создал себе условия которые в принципе сократили мне это расстояние а физически физически то получается эти условия они как были понимаете они так и есть и ты под маркер туда это опускаешь и точность увеличивается в разы вот вы даже впервые сядете так и начнете кидать и вы будете удивлены из положения стоя вы там из 10 раз попадете ну в круг метр ну раза четыре а так это будет все летать вокруг и причина простая это реально очень сложно биомеханика такого вы такого роста палка такой длины а это близко большое спасибо дорогой друг ты досмотрел это видео до конца я тебе пообещал финал очки дать общее представление какое-то вернее информацию общего характера для общей рыбацкой эрудиции так вот даю такую информацию как аргумент подписаться на канал и нажать на колокольчик потому что это все полезно эти все выпуски очень интересные и порой перелопатишь весь интернет и когда ты найдешь то что ищешь да вот конечно огромное спасибо за это виталию очень медведеву человек проводит семинары практику мы я снимаю не первый год не первый сезон всегда бескорыстно и так информация теперь общая до что как это вишенка на торте дорогой друг для эрудиции рыбацкой имею ввиду что рыбы в отличие от многих позвоночных животных умеют различать цвета вот теперь ты знаешь что рыба может различать цвет оттенки цвета поэтому цвет для рыбы для карпа в частности играет большое значение в его пищевом поведении вот это имею ввиду и также дорогие друзья когда вы подписывайтесь вас когда вы оставляете комментарии спрошу прям оставляйте пару слов благодарности в ответ на наш труд это самая большая награда и такая что ли ну которая мотивирует создавать новые интересные видео с вами был евгений замятин встретимся у меня на канале и на рыбалке и и Субтитры сделал DimaTorzok